Если скорость освобождения сохранится, нам понадобится 5 лет, чтобы освободить Донецкую область. Бывший народный депутат Украины от партии регионов Олег Царев дал интервью российскому радио «Комсомольская правда», в котором с грустью признал, что не впечатлен нынешними темпами наступления России. В ответ на вопрос ведущего, какой вариант перемирия с Украиной устроил бы Россию и когда Россия вообще сможет победить, Царев заявил, что если даже Россия будет наступать так быстро, как сейчас, то на захват одного только Донбасса у нее уйдет лет 5. Поэтому ни о каком захвате Украины, которому неоднократно призывал сам Царев, можно и не мечтать. Вопрос, какой вариант нас устроит? По-вашему, вы политик, скажите, пожалуйста, свое мнение. Мы за последний год продвигаемся, наступаем очень быстро. Гораздо быстрее, чем предыдущие годы. Но если посчитать ту площадь, которую Донецкую область, возьмем Донецкую область, которую мы освободили, и ту площадь, которая осталась, если скорость освобождения сохранится, нам понадобится 5 лет, чтобы освободить Донецкую область. Ведущий после таких откровений аж завис. Киев за три дня плавно перерос в Донбасс за пять лет. В горячей войне мы Украину победим за два дня. Нам понадобится пять лет, чтобы освободить Донецкую область. Обратите внимание, что российская пропаганда преподносит успехи российской армии в Донецкой области как невероятный прорыв. Захват Углидара как просто какую-то невероятную победу. Но простой трезвый подсчет без эмоций, вот как у Царева, показывает, что даже с такими темпами у России на захват одной только Донецкой области уйдут годы. И это мы вообще не говорим ни про какой Херсон и ни про какое Запорожье. И еще интересно, что почти уже два года назад, в феврале 2023 года, еще живой на то время Пригожин давал интервью. И в этом интервью он тогда, то есть в феврале 2023 года, заявил, что на захват всей Донецкой области у России уйдет еще полтора года. И тогда российские патриоты еще сильно возмущались, мол, а чего так долго? Если нам надо идти до Днепра, то тогда года на три. Если нам надо закрыть ДНР, ЛНР, ну надо еще хотя бы годика полтора-два поработать. С тех пор прошло уже не полтора года, а гораздо больше. Скоро будет два года этому интервью. А Россия не то, что не захватила всю Донецкую область, она не смогла за это время взять даже один по-настоящему крупный город Донецкой области. И теперь патриоты уже говорят, что на захват всей области нужно лет пять. То есть уже даже не полтора года называют, а пять лет. То есть буквально как в этой истории про Ахиллеса и черепаху. Ахиллес сколько бы ни шел, черепаху никогда не догонит. Так и здесь время идет, а срок не только не сокращается, а увеличивается. Вот поэтому все прогнозы относительно следующих территорий, они такие. Ну знаете, для нашей страны, вообще для нашей ситуации в мире год это очень много. Три это очень много. Опять это вообще корову. Призывавший к войне с Украиной Царев теперь тоже что-то уже не рад СВО. И фактически признает, что Путин ведет просто бессмысленную войну без внятной цели и без конца и края. И характерно, что это еще Царев ничего не упоминает о потерях, о той цене, которую платит Россия за захват территории при нынешних темпах наступления. К примеру, по данным Института изучения войны, только в Покровском районе Россия за год наступления потеряла около 1800 единиц бронетехники, более 500 танков и более 1000 единиц легкой бронетехники типа БМП и БТР. Этой техники хватило бы на 5 дивизий. И эти потери примерно в 5 раз превышают потери Украины на этом направлении. Не сложно подсчитать, что при таких темпах и при таких масштабах потерь никаких 5 лет наступления Россия просто не выдержит, потому что у нее банально техники не останется, нечем будет наступать. Но об этом Царев тоже решил не упоминать. Видимо, чтобы окончательно не расстраивать фанатов русского мира. Поэтому у нас три сценария. Либо мы договариваемся осенью, или не осенью, когда мы договариваемся. Либо мы резко ускоряем наступление. Либо это уходит все в десятилетие войны. Мне вариант 2 нравится больше, когда мы ускоряемся. Царев из уютной студии призывает ускорять наступление. То есть, как обычно призывает, чтобы в наступление пошел и погиб в местном штурме кто-то другой. Сам же ни он, ни его дети, ни его ближайшие родственники ни в какое наступление идти и ускорять его, конечно же, не собираются. И, видимо, по этой причине Царев и сам особо не верит в то, что он говорит. То есть, он не особо верит, что наступление можно ускорить. Потому что для этого нужно иметь многократный перевес над Украиной в живой силе и в технике. А у России этого перевеса нет. И вряд ли он появится в ближайшее время. Поэтому, собственно, остается только два варианта. Либо заключать с Украиной перемирие и оставить Украину в покое. Либо вот эта мясорубка затянется до бесконечности. Это сам Царев признает и говорит. Ну и поскольку мы видим, что Путин не хочет отстать от Украины и оставить нас в покое. То, очевидно, реализуется второй вариант бесконечной войны, которая нравится вот этим российским патриотам, которые сами же к ней призывали. Теперь он нравится им все меньше. Потому что на третьем году войны даже до них стало доходить, что происходящее не имеет смысла. И уж точно не усиливает Россию, а только ей вредит и ее ослабляет. Задача для Украины это отступать и... Не отступать, а держаться и... Держаться и изматывать Россию. Вот поэтому не так страшно, что они отступают. Ведь вдумайтесь, идет война где? В Курске? Да, еще одна неприятная новость для российских патриотов. Пока думали, как захватить весь Донбасс, сколько на это уйдет времени, полтора года или пять лет, еще и умудрились потерять часть Курской области, которые вообще теперь непонятно, как и когда отобьют назад. И мы видим, что Царев уже так погрустнел и признает, что фактически вот эта долгая война, она изматывает Россию, ослабляет и она России точно не на руку. То есть мы видим, что у этих людей, которые были идеологами этой войны, которые к ней призывали, как-то вот резко поубавилось вот этой спеси, да, и уверенности в победе. Что-то они уже не слишком радуются и не слишком верят Путину, что спецоперация идет по плану. Если быть точным, в это вообще никто уже не верит. Ну и все меньше людей верит, что возможно какая-то победа над Украиной. Ведь посмотрите, по оптимистическим оценкам, это Царев говорит, если нынешние темпы наступления сохранятся, то значит отобьют за пять лет весь Донбасс. А если не сохранятся, что вероятно, да, что наступление выдохнется, то вообще непонятно когда. И очень вероятный сценарий, да, очень вероятный шанс, что война вообще будет идти до тех пор, пока Путин не умрет. То есть Путин просто не сможет ничего сделать, не сможет ее закончить. Естественно, не сможет захватить Донбасс даже до своей смерти. Это вполне реальный сценарий, ему на секундочку 72 года. Ну и понятно, что немизерный шанс, что война реально будет длиться там следующие пять лет, он просто столько не проживет. И вот что тогда, какая будет следующая власть в России, что она будет делать? На это же ни один российский патриот сам не может ответить. И именно поэтому у российских зет-патриотов уже такие упаднические настроения, и они начинают понимать, ну уже смиряться с тем, что по сути вот это вторжение в Украину провалилось. Украина оказалась не по зубам. Захватить Украину не получится. То есть Путин просто развязал такую войну без конца, без края, без внятной цели. Ведет ее просто, потому что ему стыдно признать, что он промахнулся, просчитался. Он ведет ее без конца, чтобы не признавать поражение. И по факту эта война вредит, ну понятно, Украине и вредит России. То есть она ослабляет Россию, и она на руку только врагам России и каким-то ее конкурентам. Ну смотрите, и теперь, то есть всем очевидно, что захвата Украины, там полного поглощения не будет. Ну нет сил даже, чтобы там Донбасс захватить. Всем очевидно, что война вредит России, что она ее ослабляет, изматывает. Это тоже признают даже такие фанаты русского мира, как царев. Ну и тут, соответственно, логичный ход, да, взять и все это прекратить. Ну любой нормальный человек скажет, да, если вы не можете победить, да, если продолжение войны только ухудшает вашу собственную позицию, ну хватит, прекратите. Ну все, ну не получилось, ну признайте, все, да, просчитались. Живите дальше, развивайте свою страну. Но нет, у них все равно не хватает духу, чтобы призвать к прекращению войны. И они все равно, зная, что идет просто бессмысленная бойня без конца, которая вредит России, все равно продолжают эту бойню поддерживать. Ну а наша задача, друзья, увеличивать постоянно вот эту цену, которую Россия платит за захват новых территорий и сдерживать вот это наступление, чтобы оно продвигалось еще медленнее, чтобы цена еще больше увеличивалась. Ну и чтобы в конце концов, ну они поняли, что это все бессмысленно и наконец-то бросили. Мы с вами можем непосредственно на это влиять. Как нашими донатами на армию, в частности на беспилотники, которые помогают нашим защитникам эффективнее оборонять свою землю, спасать от разрушения целых города и села и соответственно их жителей от гибели.